«Я ходячая по квартире», – иронично улыбается Галина Степановна Дегтярева в свои 87 лет. Добраться самостоятельно до поликлиники за лекарствами или выйти в магазин ей теперь очень тяжело. Да и муж совсем перестал вставать. Дочь приезжает регулярно, но успевает далеко не всё, поэтому семья решила обратиться за помощью социального работника. «Нам помогает соцслужба уже 10 лет. И вы знаете, сначала только помогали из-за глаз убираться, а потом и лекарства, и коммунальные услуги. Особенно нам повезло с Ириной. Она такой души человек, что не может отказать. Вот она всегда старается всё сделать. Они облегчают здорово. Вы знаете, эту службу, если от вас что-то зависит, надо укрепляться». Четыре года назад медсестре Ирине Новоселовой самой пришлось обращаться за помощью соцработникам. Сильно болел отец. Признакомились. И в итоге женщина решила сменить профессию. «С 8 утра и до обеда у меня сиделки те люди, которые лежачие или требуют повышенного внимания. Галине Степановне я хожу каждый день. От часу до двух нахожусь, в зависимости от того, что надо. Так как здесь ещё находится лежачий Вячеслав Михайлович. Поэтому мыть его, переодевать, обрабатывать – это тоже всё на мне». Работа непростая, но хочется помогать по-настоящему. Да и в таких домах чувствуются. Тебя здесь действительно ждут. «Ну, меня все подопечные молодцы. Все меня любят, встречают очень хорошо. Поэтому жалуются грех. Потому что многим требуется общение. Просто вот поговорить, сидеть, пообщаться. Есть у нас такие, кто вообще родственников нет. Вот они живут от того дня, когда я приду до следующего дня, чтобы поговорить. Некоторым даже говорят, ой, ничего делать не надо. Вот ты только посиди, поговори с нами». В Забайкалье действует 22 учреждения, в которых проживают одинокие и нуждающиеся в помощи пожилые люди. Но в то же время более 5800 человек сегодня получают социальные услуги на дому. «Эта форма, когда граждане получают социальные услуги на дому, на сегодня у нас в приоритете. Потому что граждане, бабушки, дедушки привыкли к своим домашним бытовым условиям. И необходимо, чтобы социальный работник приходил к ним домой, оказывал эти услуги. На сегодня в нашей сфере 743 социальных работника. Если вы неравнодушны, обращайтесь в наше подведомственное учреждение, в комплексные центры социального обслуживания и в городе Чите, и в районах Забайкальского края. Вас с удовольствием примут и вы будете в нашем строю».